По поводу того, как говори. Иммиграция это очень тяжело. Все говорят, ой, вы такие веселые, вы нас вдохновляете. Но вот мы расскажем, как... А теперь я грустно. Теперь мы выключаем камеру и становимся грустными. Допустим, вот эти выходные. Я учусь, я пошла на учебу. Вова с детьми. Вам, суббота, воскресенье. Вчера я просто меня выключила в 10, в 10 по 11. Позавчера я легла где-то в 12, потому что мы работаем над каналом. У вас будет работа тоже своя. В 6 мне надо встать, в 7 мне надо выйти. В 8 мне надо быть уже на учебе. Потом с 8-8 часов подряд я учусь. То есть в 5 часов я приезжаю. В это время Вова с детьми. Ну, как бы мужчинам не совсем свойственно быть с детьми, поэтому им тяжелее. И нервы и все такое прочее. То есть эти выходные он полностью с детьми. Прошлые выходные он полностью с детьми. Сейчас, ну, как бы дай Бог, я думаю, что получится. Я устроюсь на работу. Вова бизнесом занимается. То есть я буду на работе. Если это будут сутки, то есть сутки ты работаешь, вторые сутки. В общем, в чем суть? Да, к чему это все? Времени. Мало, это тяжело. Ну, регулярно времени, то есть времени вообще все время не хватает. Если ты успеваешь, допустим, работать и, допустим, работать и что-то еще делать, общаться с семьей, то у тебя не будет хватать времени на изучение языка. Или если ты, допустим, учишь язык и работаешь, то будет мало времени на семью. А это чревато конфликтами в семье и недовольствами и так далее. Это нормально, с этим тоже надо считаться. Вот как бы это те реальные трудности. Это мы еще не говорим о деньгах, да, о том, когда их не хватает или их мало или их нет. Да, это просто еще накладывается. Это вообще трагедией становится. К этому тоже надо быть готовым. То есть реально будет мало времени. При том, что на обычные дела, которые, допустим, у вас на родине занимали, куда-то позвонить, что-то узнать или прочитать в интернете что-то, обзоры, какие-то опини, мнения, какие-то отзывы, да, то здесь на это будет уходить в разы больше времени. И, соответственно, на остальное будет меньше. И постоянно из-за этого какие у нас проблемы? Ну, не то что проблемы, мы очень мало спим. То есть вот предыдущий ролик мы выкладываем, да. То есть можно, конечно, на что-то, как говорится, положительное делать, чего-то, да. Но опять же все, что мы делаем, мы делаем, как бы закладываем что-то на будущее. От языка до обучения сейчас Кристинова в... Вообще мы хотели оба пойти учиться, но я понимал, что мы просто не вытянем просто физически. То есть, допустим, на выходные с кем-то оставить детей в разы сложнее, чем в будний день с той же няней. Ну и вообще хочется детей хотя бы иногда видеть, даже не вышпавшимся, да. Поэтому учитывайте этот момент. Ну, это как бы те реальные сложности, которые возникают. Может, для кого это, конечно, не есть проблема, но вот для нас это действительно сложности. Нам уже не 20, поэтому лишний недоспанный час или 2 или 3, это очень серьезно на нас сказывается. Ну, я... В общем, смотрите, если вы не айтишник, да? Если вы не айтишник, все время будет оговорка. То есть, если вы едете на праздник физично, вы себе представляете, что вы... Тут еще, знаешь, не хватает рекламы, да, как, фирма... О, вторая. То, что вот... Была, по... Люкс. Да, то... А тут реклама фликсов. Вот такие новые слифти. В общем, на праце физично. То есть вы работаете каждый день. Или вот Алена сейчас работает. Каждую ночь. Вы работаете каждый день. И если вы как-то хотите подняться, то вам надо чему-то новому обучаться. То есть вы еще и учитесь. Кроме языка. Каждый день вы работаете. Выходные вы учитесь. Так учиться, ладно, время на учебу. А экзамены, а готовиться, а учить это все. Еще надо находить время. А пообщаться с семьей, с детьми хотя бы чуть-чуть. А если двое работают, и дети, допустим, хорошо в школе, в садике. Все равно им нужно внимание. В общем, готовьтесь к сложному, наверное, первому году. Большому драйву, большому, постоянному. Плюс, допустим, сейчас польский. Сначала я три раза в неделю успевала заниматься польским по скайпу. Теперь я, ну там было меньше, потом мы болели, был вообще перерыв. Теперь мы решили, я так думаю, ну ладно, один раз в неделю, конечно, как бы, наверное, можно чаще, но ладно, один раз в неделю. Какое там один раз в неделю? Один раз в две недели. И вот у меня во вторник должно быть занятие, и я наполовину только подготовилась. А мне надо пройти, если я не пройду, мы еще на неделю отложим. То есть, ну, в общем, все, как бы, просто настройтесь. Как бы, значит, вооружен. Как это говорится? Придупрежен. Да. Придупрежен. Придупрежен. А, бляд, как вы же там язык еще не поломали? Нет. Придупрежен, загнали. Пшандаты. Пшандаты. Вы говорите, значит, можно ехать в Польше. Ну, действительно, готовьтесь к большому драйву, большим скоростям и отдыхать просто тупо некогда, даже спать, реально спать, ну, как-то так. Улыбаемся Эдмашем?